привет и добро пожаловать в эту полнометражную серию открытия вертолетах меня зовут себастьян видеоблог я генеральный директор студии особо и отвечаю за разработку аэродинамики сегодня мы поговорим о вертолетах а точнее о кабри вертолете который мы разработали здесь в студии особо для нового обновления microsoft flight simulator мы рассмотрим художественное аудио улучшение кабины пилотов которые мы внесли в летную модель и новые технологии которые мы разработали для вертолетов привет ребята я бенджамин марибланк я отвечаю за художественный аутсорсинг в студии особо сегодня мы говорим о вертолетах так что давайте обсудим сканирование и то как оно является ключом к созданию моделей с идеальными пропорциями для съемки фотографий видео и сканирований я провел целый день на заводе карданных подвес и смог посмотреть на все кабины которые они строят использование сканирования похоже на запись видео за исключением того что я должен двигаться медленно и на приличном расстоянии от вертолета чтобы хорошо его разглядеть сканирование будет делать снимок и облако точек 80 раз в секунду у меня есть визуальная обратная связь прямо на экране сканирования чтобы помочь увидеть есть ли недостающие детали чем больше я фиксирую зону тем она точнее как только я удовлетворяюсь качеством объекта я возвращаюсь в офис и начинаю постобработку первый шаг постобработки состоит в том чтобы выровнять в общей сложности тысячи облаков точек с текстурами снятыми сканированием на этом этапе я могу решить удалить бесполезные детали элементы сканирования которые не удалялись детали сетки и даже размер текстур поскольку они записываются при сканировании в конце постпроцесса я обычно экспортирую сетку из 10 миллионов треугольников так как она не слишком тяжелая но все же хорошо очерченная последний шаг все отсканированные объекты должны быть правильно выровнены в трехмерной студии мэкс художник сейчас находится в наилучших условиях для начала моделирования что касается звукового дизайна то мы конечно хотели быть как можно более точными и воспроизвести все звуки вертолетов поэтому мы много разговаривали с пилотами чтобы понять их поведение и мы воспользовались их советами чтобы правильно записать их мы побежали записывать кабину g2 и bel 407 как и в случае с самолетами мы хотели получить реалистичное трехмерное аудио поэтому мы разместили микрофоны по всему вертолету чтобы записывать различные звуковые характеристики кабину пилота несущий винт выхлопные газы и так далее а для нашего вида из кабины мы записали акустику кабины и фоули тогда нам пришлось смоделировать все в игре мы реалистично реализовали звук несущего винта и двигателя они полностью независимые и реагируют на свои собственные символы у вертолетов также есть свои собственные звуковые особенности запуска и выключения такие как сцепление и водяной тормоз мы также добавили много деталей чтобы воплотить наш вертолет в жизнь например вы услышите как дует ветер проходя под вращающейся водой увеличение общего тона заставит кабину дребезжать и взмахивать лопастями точное шумоподавление отражение от земли эффекты доплера также были реализованы для реалистичного моделирования звука вертолета и наконец мы обновили аудио дек так что каждый сможет создавать свои собственные звуки вертолета надеюсь тебе понравится звук чтобы разработать эту новую симуляцию нам пришлось изучить твой предмет вот почему я вернулся в школу тест спайдер чтобы узнать особенности управления вертолетом и как проверить его характеристики и управляемость мы сотрудничали с компанией джимал производителем катбери g2 и они предоставили нам все необходимые материалы от чертежа до руководств по техническому обслуживанию и полетам чтобы изучить катбери изнутри затем мы встретились с инструкторами катбери в летной школе чтобы заставить их протестировать симуляцию и дать нам обратную связь на разных стадиях разработки мы также смогли самостоятельно протестировать колесный вертолет и получить обратную связь практические вертолеты очень чувствительны к управлению и требуют очень небольшого ввода на разных осях чтобы компенсировать друг друга точно так же как и в самолете тангаж и крен вертолета управляются с помощью палки эта палка называется циклической для набора высоты или снижения ты будешь использовать палку сбоку как автомобиль и тормоз называемый коллективным он будет коллективно перемещать все лопасти по полному циклу вращения чтобы помочь тебе управлять вертолетом мы добавили две вспомогательные системы циклическую помощь которая повысит устойчивость на циклическом рычаге и вспомогательный рулевой винт который компенсирует тиск как при автоматическом заказе для более реалистичного опыта работы с геймпадом мы добавили предустановку вертолета в которой управление осью осуществляется с помощью правой ручки для точного и быстрого изменения мощности необходимого при превышении крутящего момента педали для управления рулевым винтом выполнены с шагом так что педаль останется в том же положении если нет то она нажимает на спусковые крючки а не возвращается в нейтральное положение как педали самолетного двигателя эту предустановку лучше использовать без посторонней помощи для этого нового моделирования вертолета мы разработали новые технологии мы разработали новое моделирование лопастей несущего винта для которого мы моделируем сотни поверхностей которые расположены над лопастями несущего винта вертолета Мы разработали новое моделирование воздушного потока КВТ, которое имитирует как воздух проходит через несущий винт над фюзеляжем вертолета. И мы добавили дисплей, который позволяет пользователям видеть, как этот воздух проходит по поверхностям вертолета. Мы также разработали новую систему сцепления, новую систему трансмиссии. Мы улучшили и разработали новые органы управления. Благодаря этим новым технологиям мы можем точно имитировать эффект Земли, а это означает, что вертолет, когда он ближе к Земле, будет испытывать большую подъемную силу. Что повлияет на характеристики вертолета, как в ПОУ, в зависимости от высоты и того, близко он или далеко от Земли. Мы также точно имитируем поступательную подъемную силу, которая представляет собой увеличение подъемной силы при движении вертолета вперед или во время круиза. Точное моделирование КВТ также имитирует эффект вихревого кольца, или также называемый оседанием с помощью силы. Когда вертолет опускается вертикально вниз в вихрь, который образуется над несущим винтом, что заставляет вертолет буквально выпадать из воздуха. С помощью этого нового моделирования несущего винта мы точно имитируем взмахи крыльев. Взмахи это задержка по фазе, которую испытывает ротор при вращении. Мы также моделируем диссиметрию подъемной силы, которая представляет собой диссиметрию сил, которые испытывает вертолет при движении вперед. Потому что вращающаяся лопасть не испытывает одинаковой скорости воздуха слева и справа. Мы также моделируем гироскопическую прецессию, которая опять же представляет собой запаздывание по фазе, которая испытывает ротор при вращении. Наконец, мы точно имитируем автоматическое вращение. Автоматическое вращение это способность вертолетов скользить, когда они теряют всю мощность. Мы точно имитируем это, и вы можете тренироваться на кабриолете в упражнениях по автоматическому вращению, аварийным посадкам и отказам двигателей. Спасибо тебе за уделенное время, и мы надеемся, что тебе понравятся вертолеты в Microsoft Flight Simulator.